Здравствуйте, меня зовут Алена Романенко, мне 29 лет, моему сыну Никите Романенко 5 лет. Мы родились и всю жизнь прожили в городе Рубежной, Афганской области, в стране Украина. Все было хорошо. О том, что говорят, что что-то было не так, что мы хотели русского мира, это все неправда. Мы хотели жить на территории Украины. У нас было все хорошо, мы получали все социальные услуги. Все, ребенок получал, ходил в садик, то есть получал дошкольное образование. Я ходила на работу, официальную работу, все у нас было хорошо, мы платили налоги. 24 февраля 2022 года в нашу страну пришла война. Войска Российской Федерации дошли до нашего города, то есть вошли в наш город ориентировочно где-то 1 или 3 марта. Мы еще пытались как-то наладить этот быт в военное время еще дома. Я не хотела до последнего уезжать. Из дому я верила, что все будет хорошо. Но пришлось в середине месяца уехать, потому что были ужасные обстрелы. Нас обстреливали с любого оружия. Теперь даже мой ребенок знает, что такое ракета, грады, танки и так далее. Мы пытались эвакуироваться. Неоднократная эвакуация была обстрелена. То есть даже было такое, что мы с ребенком просто падали на землю и ползли по стеклам. Были порезаны руки от обстрелов. И о том, что мы не могли просто уже даже при большом желании, мы уже не могли выехать из города. Но слава богу, что в середине марта мы смогли выехать. Мы выехали сначала до Донецкой области города Славенска. Со Славенска на поезде мы уехали до Львова. И со Львова мы уже приехали в город Черновцы. В городе Черновцы мы неделю пожили у семьи волонтеров, которые нам помогли снять квартиру. Квартиру мы снимаем, платим за аренду, платим за коммунальные услуги. Ребенок сейчас ходит, слава богу, в сад. Но после военных действий, от стресса, ребенок до сих пор боится любого шума, любого хлопка. Ребенок плохо разговаривает. Мы ходим к логопеду. На фоне стресса с речью появились проблемы. Деньги нам нужны для оплаты коммунальных услуг, аренды жилья, средств личной гигиены. Да и вообще зима скоро, сезонная одежда, ребенку. Из выплат мы получаем только ВПО, то есть как внутреперемещенные лица, 5000 гривен в месяц на себя и на ребенка. С отцом ребенка мы разведены больше двух лет назад. Вот, поэтому мы вдвоем. Возвращаться нам больше некуда. Наша квартира разрушена полностью. Город в оккупации уже больше, чем полгода. Я просто хочу, чтобы это видео увидели за границей, в Украине. И люди просто увидели о том, что мы не хотим, чтобы нас спасали. Мы жили у себя дома, и все было хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.